23 февраля в честь Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу Героя Гражданской и Великой Отечественной войн. В мероприятии приняли участие представители правительства, учреждений и ведомств, молодежных организаций, а также жители региона. Защита Родины и долг и честь, величье воина в ответе есть, присяги верные твои сыны идут в бой первыми за честь страны. Участники отдали дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал Родину от захватчиков и тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. И почтили минуты молчания память всех, кто отдал свою жизнь ради светлого будущего. Вся Россия, весь Советский Союз праздновает этот большой праздник, особенно для мужчин, для воинов, которые находятся. Я сам, ветеран Великой Отечественной войны, нас даже во время войны отзывали несколько человек, тыл праздновали, подарки дарили. Так что я поздравляю всех этим праздникам, всем желаю крепкого здоровья, особенно ребятам. Хотелось бы в этот день отметить то, что на всех рубежах мира наши земляки участвуют и защищают нашу Родину, именно нашу большую Родину, нашу малую Родину, представители нашего именно региона. Хотелось бы отметить, что испокон веков, с древних времен, это как наша миссия была именно калмыков, оборонять рубежи нашей страны. Этот праздник, причем как-то назывался по-другому, его пытались отменить, но все-таки День защитника Отечества он остался, он в сердцах. И я считаю, что защитники Отечества это не только военные, сотрудники силовых структур. Защитники Отечества могут быть и гражданские люди, и врачи, и учителя, и так далее. Поэтому все мы являемся защитниками нашего Отечества. В это непростое для страны время День защитника Отечества приобретает особое значение. Это праздник гордости за всех, кто защищал, защищает и будет защищать рубежи и интересы своей страны. День защитника Отечества